всем привет друзья ну что у нас сегодня такое видео это вопрос-ответ буду отвечать на ваш вопрос который вы оставили под роликом строительство нашу как мы зарабатывали на дом заключение то есть сам последний серия по моему так и в общем я тут вот выписала себе вопросики потому что я сейчас не дома до снимаю и сейчас давайте начнем елена перо у нас задавала вопрос вообще не только она очень много вопросов было где вы жили в промежутке между продажей и покупкой вот этих домов потому что как бы ребенок уже был на руках вот смотрите первый дом dota до покупки первого дома жили на съемном жилье это были молодоженки в одном из видео я показывала это был частный дом прямо именно перед покупкой первого дома это был частный дом мы там прожили 8 месяцев где-то даже 7 месяцев и потом уже мы купили дом вот получается когда второй дом так второй дом у нас был на красе на улице такая называлась когда мы его покупали до этого получается ну мы жили вот в этом доме и то есть как в первом доме и мы сразу начали вещи уже туда на красе на перевозить ну так как там газ был там было тепло вот но пока ремонтировали делали ванную туалет мы жили у родителей в квартире они в еще жили в квартире и как бы мы пребывали у них когда покупали третий дом там вообще конечно но вы видели да сколько дел было сделано мы тоже жили в квартире у родителей но в то время это было лето и родители жили на даче а мы вдвоем в квартире вот с валерой но мы в этой квартире практически не были все два месяца потому что мы делали там глобальный ремонт то есть мы туда ездили только переночевать и все то есть вот так вот нас родители как бы вручали в основном во всех ситуациях вручали конечно же нас и родители вот и когда мы продали третий дом естественно вообще никакого жилья не было некуда было ничего перевозить кроме опять как в дом к родителям в то время уже родители продали квартиру купили дом половинку дома и опять же мы к ним перевезли все вещи и получается жили мы вот эти восемь месяцев пока не заселились дом тоже у них конечно это было очень тяжело пол дома у них маленькие меньше чем квартира по площади вот как-то ютились опять же мы там очень редко бывали мы в основном были на стройке и вероника пошла в первый класс мы еще не успевали заселиться у нас доме не было ни газа в газ нам провели только где-то наверное в ноябре вот и сентябрь октябрь ноябрь я ездила за 40 километров возила ребенка на машине в школу как бы вот так вот вот так вот мы в принципе за счет благодаря родителям и скитались по домам так еще был вопрос такой расскажите какие нужно документы оформлять при покупке земли и строительстве на ней дома и прочих построек ну какие нужны документы прежде всего когда вы собираетесь покупать землю у продавца земли ну естественно должен быть паспорт договор купли-продажи вы должны составить если вы не хотите сами составлять то нанимаете риэлтора стоило это услуга 2000 рублей как сейчас помню но я сама скачала договор купли-продажи из интернет сама заполнила и прекрасненько мы обошлись без таких вот трат так и документы естественно право собственности на землю вот и кадастровый паспорт должен быть на землю у продавца если как бы вот вы купили землю все да вы собираетесь строить на нем на этой земле дом а то нужно написать в архитектуре вашего района вот написать заявление на получение разрешения на строительство потому что я не знаю у вас будут серьезные проблемы если вы построите без этого разрешения она делается быстро она бесплатная но понимаете вы себя обезопасить и будущем от лишних нервов бегать не по судам потому что все постройки построены без разрешения они потом будут закаливаться у вас только через суд так что должно быть еще нужно в архитектуре заказать градостроительный план участка и будущих строений на нем на этом участке это все они выдают вообще без проблем потом если вы будете газифицировать свой участок то вы должны как пойти в газовое хозяйство и согласовать вот этот градостроительный план с ними вот потом следующий пункт это делается проект на дом и строится уже ваш дом что вы там будете строить а вот и вот и изготавливает вам техпаспорт и техплан на дом это занимается bte и так что про разрешение да я уже сказала потом последующий пункт вы построили уже дом все у вас готово вы в архитектуре получается вводите дом в эксплуатацию и получаете кадастровый паспорт и на дом и получаете свидетельство на право собственности тоже на дом это вот как вы делали мы я не знаю какие сейчас законы это вот два года назад мы проходили не два года где-то полтора года назад проходили так такие процедуры под потом после этого вы идете у нас в селе называется сельсовет если это город тут миграционная служба до пишите заявление предъявляете все документы пишите заявление на получение домовой книги и на прописку лиц в этот дом то есть собственник может прописать получается жену без проблем детей и родителей а друзей братьев знакомых только через договор найма они миграционная вот эта служба они передают второй экземпляр договора в налоговую то есть вы же получаете доход получается да ну и как бы на этом все заканчивается вся ваша бумажная волокита в принципе это вот все так знаете ну кажется что вот так все сложно на самом деле это как бы ну такой процесс все поэтапно вы делаете вам говорят куда идти и все ну и соответственно тут какой вопрос был как получить прописку это я сказала и почтовый адрес и прочее в сельсовете вы уже когда все бумажки эти сдали и соответственно с автоматически уже присваивается присваивается адрес а я имею ввиду дому но мы покупали когда землю у нас уже по был прописан адрес потому что земля была полностью оформлена было разрешение строительства и уже даже на земле был адрес то есть когда мы построили дом нас автоматически это то а просто адрес стал именно дома дом там такой такой-то и все в принципе какой там еще вопрос был дмитрий задал вопрос но немножко не коррект не корректен так бы я сказал потому что такие вопрос как бы я считаю что не надо задавать под роликом он в третьей части задал сколько ваш муж стал зарабатывать вот после того как ну я так поняла наверное видимо мы купили продаю продали это дом или как как мы а после того как устроился он начал работать сам на себя но я вам так скажу что когда он работал на дядю до в кавычках то ему хватал нам хватало на хлеб на хлеб буквально смысла потому что мы платили очень много кредита там ипотечный вот этот кредит до когда он стал работать сам на себя я скажу так что нам стало хватать и на хлеб и на масло так что это в принципе все мои ответы на ваши вопросы если у вас еще остались какие-то вопросы давайте их внизу под видео в комментариях я постараюсь еще снять видео так что с вами был домик селе юлия всем удачи всем хорошего настроения подписывайтесь на канал ставьте лайк и всем спасибо за просмотр! вам на